И, наконец-таки, об лечении. Вы пришли с грязным организмом, который прогнил, который наполнен грибками, бактериями, который там уже заживо гниет, и, естественно, какой-то орган сдает и начинает там болезнь у вас. Прежде всего, надо не коррекции делать, потому что медицина что? А, у вас это болит? Да вот она, обезболивающая. Пожалуйста, не болит, не болит. О, вы тогда здоровы. То есть, так считается. Но на самом деле, это все же осталось у вас. Да, она не болит, но процесс продолжается. И, глядишь, вы так попринимали-попринимали обезболивающие, а вот такая, бах, что-то у вас отпало. Пример привожу. Один мой знакомый, у него болела спина. Он начал принимать обезболивающие таблетки. Так как он ничего не делал, а спина заболит, он их попринимал, перестала болеть. Причина остается. Потом опять все это дело начинается. Не все же время есть. И так он их доелся, что у него открылось кровотечение. Образовалась здесь язва. И его еле откачали после этой язвы. Сейчас он, правда, опять ничего не делает. И спина по-прежнему болит. Принимает обезболивающие уколы. Ну вот. Толку тоже никакого нет. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел вам сказать. Доброго здоровьица и до новых средств. Ну, присылайте свои вопросики по мере возможности. Я буду на них отвечать. Хотя очень много, очень много я дал разъяснение в своей газете Малахав Про. Но если вы будете читать книги. Вот уже на сайте я сказал, чтобы выложили для бесплатного просмотра 10 книг основ. Выложили все газеты, которые я издаю с половины 2010 года по 2017 включительно. Там вы можете найти множество полезного, интересного материала, который вам обязательно поможет. Так что посещайте мой сайт Малахав Про. Смотрите канал на Ютубе Малахав Про. Ну и по мере возможности будем работать с вами дальше. До новых встреч!